Всё это было в столице, а вот по стране Первомай прошёл более-менее спокойно. Впрочем, без мелких потасовок тоже не обошлось. Кто с кем, за что сцепился, в обзоре моих коллег из регионов. В Харькове, несмотря на запрет суда отпраздновать Первомай, вышло несколько десятков пенсионеров с плакатом «Мир, труд, май». Но мир нам было недолго. Вскоре подтянулись ребята в камуфляже. Сначала словесная перепалка, потом они выхватили у пенсионеров плакат, разорвали и выбросили в урну. Так и рост, а слава, слава! Праздник никто не отменял. Милиции пришлось разделить митингующих плотным кордоном. Под окнами и автобус, в который пытались усадить самых ярых оппонентов. Это моя жизнь, понимаете? Так как в итоге есть жизнь служить капиталистам, так моя жизнь служить рабочему классу. Я помню, что Петру ему это лозунг «Мир, труд, май», «Якшотце всё по правам Украины». Но в итоге автобус уехал пустым. Люди ещё немного поспорили и разошлись. В Днепропетровске на первомайский митинг вышли полторы сотни человек. В основном пенсионеры. Собрались без георгиевских лент и советской символики. Правда, в руках у некоторых были портреты Ленина и Сталина. Закон этот, во-первых, не подписан президентом Украины. Его подписание, оно может привести к тому, что, ну, могут возникнуть масса коллизий. Обошлось без провокаций и столкновений. В городе дежурили усиленные патрули милиции. А вот в Николаеве потасовки были между местными коммунистами, которые, вопреки решению суда, вышли на митинг, и активистами Майдана. Коммунисты так и не смогли пройтись маршем, постояли и разошлись. А вот майдановцы в честь Дня Трудящихся устроили шествие. Мы пришли так, как мы, трудящиеся, но работаем все и рассчитываем этим святом, что мы имеем право на него выйти. В Одессе сегодня состоялось две акции сторонников коммунистической идеологии возле оперного театра и площади Куликово поле. После переговоров с милицией митингующие согласились, что устраивать первомайское шествие на этот раз небезопасно. И сегодня же на Куликовом поле был проведен инструктаж всех подразделений милиции, которые будут охранять порядок завтра, в годовщину трагических событий в Доме профсоюзов. В общей сложности это 4000 человек. В Крыму первый май прошел в лучших традициях СССР. Трибуна, духовой оркестр, колонны, транспаранты, флаги и шарики. С 7 до 14 центра Симферополя перекрыт и оцеплен полицией. К шествию подход через железные ограждения. А тех, кто изъявил желание проследовать в колонне, предварительно пропускали через рамки металлоискателей. Ворвие за дело рабочего класса будут готовы! По данным местных властей, первомайская демонстрация в Симферополе собрала более 30 тысяч человек. Кирилл Вищежин, Лидия Калинина, Наталья Греченко, Андрей Анастасов, Юлия Крючкова. Подробности телеканал Интер.